Деньги из ниоткуда. Главный должник энергетиков, управляющая компания Жилфонд, в один момент выплатила половину долга, который составлял больше миллиарда рублей. Та лёгкость, с которой коммунальщики расправились с огромным долгом, вызывает вопросы. Ведь Жилфонд регулярно жаловался на нехватку денег из-за граждан-неплательщиков и призывал поднять из-за них тарифы на ЖКХ. Однако сегодня, говорить о своём успехе, в Жилфонде отказались. Почему? Выяснял Владимир Аракелов. Стандартная таблица главных красноярских должников Енисейской ТКК-13 на их официальном сайте не вызовет подозрений, разве что у приезжих. Каждый красноярец, следящий за сферой ЖКХ, сразу найдёт здесь неожиданность. Главный должник энергетиков внезапно пропал из этого списка. Хотя ещё в августе компания Жилфонд была должна ТКК-13 больше полутора миллиардов рублей. Больше, чем все остальные должники вместе взятые. Тогда жилищники говорили, это горожане не платят. И вот чудо. Что касается просроченной задолженности, она составляла на начало месяца 1,3 миллиарда рублей. И часть этой задолженности была погашена. 640 миллионов рублей ГУК Жилфонд изыскал возможность погасить. Выплата коммунальщиками почти половины своего долга – событие, по меньшей мере, нестандартное. Ведь денежная расприя между Жилфондом и ТКК-13 тянется последние несколько лет. О долгах говорил ещё предыдущий руководитель коммунальщиков Сергей Цирюльников в 2010 году. В своё время в ситуации пытались разобраться городские депутаты. Энергетики регулярно отмечали, из-за огромных долгов Жилфонда они не могут в полном объёме провести ремонт обветшалых сетей. И вот внезапно крупнейший должник разом выплачивает 640 миллионов рублей. Но откуда взялись эти деньги в Жилфонде, руководители которого регулярно жалуются на жильцов-неплательщиков и низкие тарифы на ЖКХ, сегодня говорить не стали. Официальная причина, по которой нам отказали в комментарии – это неинтересно красноярцам. И это при том, что о любых своих успехах в Жилфонде стараются сразу делиться через СМИ. Остаётся только гадать. То ли горожане платили, но их деньги надолго оседали где-то, а вот теперь перечислены все вместе, то ли Жилфонд обнаружил у себя на территории золотую жилу. Возможно, есть и другие причины. В конечном счёте сокращение долгов лучше, чем их рост, это скажет любой финансист. Главное, чтобы эти 640 миллионов, на которые Жилфонд в половину сократил свой долг, потом не выбили через конечных потребителей услуг – рядовых красноярцев. Ведь по прогнозам, рост тарифов на ЖКХ в следующем году и так составит примерно 15%. Владимир Ракелов, Владислав Рыбаков, СТС Прима, Новости.